Доброе утро! Это программа Мое утро. Сегодня ее проведу я, Александр Звягинцев. Начнем с международных новостей. Марафонцы со всего мира пробежались по Великой Китайской стене. Полторы тысячи бегунов из 67 стран попробовали свои силы в сложнейшем марафоне «Великая Китайская стена». Соревнования прошли недалеко от Тяньцзиня. Спортсменам пришлось дважды преодолеть 5164 ступеньки, некоторые из которых доходят до колена. Изнурительная жара добавила трудностей атлетам. Зато перед ними раскрылся великолепный пейзаж. А на трассе, идущей через поля и деревни, бегунов подбадривали местные жители. «Это превосходно. Мучительно, но превосходно и очень весело. Последние 8 километров были трудными. И подниматься на стену во второй раз тоже непросто. Но нас тепло приветствовали замечательные люди». «Удивительный пейзаж. И нас все приветствовали. В деревнях просто чудесно встречали. Они танцевали и пели». Среди женщин победила американка Кали Кэйви. Её время – 4 часа 12 минут 27 секунд. «Мне пришлось ползти на руках и коленях. Казалось, что меня стошнит. Потом я увидела девушку, которая позже заняла второе место. Я заметила её позади и подумала, что лучше поторопиться, чтобы она меня не догнала». В мужской команде первое место завоевал Дуглас Уилсон из Австралии. Он пробежал дистанцию за 3 часа 25 минут 25 секунд. Международный марафон прошёл в 20-й раз. Помимо классического забега в 42 километра, атлеты пробежали полумарафон длиной 21 километр. А спортсмены-любители преодолели дистанцию в 8,5 километров. А сейчас рубрика «Будь в форме. Как приготовить белковый ужин». Те, кто занимается спортом, знают, что белок – необходимый для организма элемент, без которого невозможно набрать мышечную массу и сформировать красивую фигуру. Поэтому, если вы решили взяться за себя всерьёз, вам необходимо пересмотреть свой рацион питания в пользу пищи «Богатый белком». Мы выбрали топ-3 продукта лидера по содержанию белка. Блюдо с тунцом мы показывали вам в одном из наших предыдущих выпусков. А сегодня мы приготовим нут с курицей и овощами. Мы предварительно замочили нут на ночь. На стакан гороха требуется 3-4 стакана воды. Сливаем жидкость, в которой замачивался нут, заливаем холодной водой и варим 40 минут. Горох-нут – источник растительного белка. Он содержит много витаминов и необходимых для организма аминокислот. Разогреваем в сковородке каплю масла и сперва добавляем куриное филе и ваши любимые специи. Присоединяем овощи, пассируем несколько минут на медленном огне до прозрачности лука. Готовый нут нужно откинуть на дуршлаг, а затем переместить его в сковородку. Добавьте немного воды для того, чтобы довести нут и мясо до готовности. Тушить нут с курицей и овощами нужно примерно 10-15 минут на слабом огне, чтобы горох стал мягким, а овощи – нежными. А на обед можно приготовить грибную крем-суп в хлебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я обожаю сладости! А давайте приготовим банановый кекс в кружке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы решили бороться с этим страхом и запустили отдельную рубрику про ремонт. В первом видео мы поделимся с вами секретами косметического ремонта. Если вы затеяли ремонт только в одной комнате, позаботьтесь о том, чтобы вредная строительная пыль не распространялась по всему дому. Для этого завесьте дверь в комнату мокрой тканью, а ручный проем – строительной пленкой. Если в комнате остается мебель, которую нельзя вынести, плотно оберните ее строительной пленкой. Для надежности можно дополнительно накрыть мебель влажной тканью. Не забывайте чаще открывать окна нараспашку, чтобы пыль выветривалась. Если в комнате много пыли, воспользуйтесь распылителем, чтобы прибить ее к полу. Обязательно закройте пол хотя бы одним слоем плотной защитной пленки, которая продается метражом. Она защитит поверхность пола от краски и грязи. Приступим к снятию обоев. У старых бумажных обоев чаще всего легко снимается верхний слой, но на стене остается нижний слой. Его необходимо смочить водой, оставить на несколько минут и затем воспользоваться шпателем. Он поможет разобраться не только с остатками обоев, но и старым клеем и штукатуркой. Не забудьте избавиться от плинтусов и наличников, потому что они помешают аккуратно наклеить новые обои и подготовить стены. Красивые ровные стены – основа современного интерьера. Выравнивание обязательно должно производиться не только под покраску, но и под поклейку обоев. Однако стены необходимо подготовить к выравниванию. Первый шаг – очистка стен от пыли. Штукатурка не будет держаться на пыльных стенах. Воспользуйтесь старым ненужным пылесосом или влажной тряпкой. Если вы используете последний метод, меняйте воду как можно чаще и не трите слишком сильно. Внимательно осмотрите стены. Если они очень кривые, необходимо будет выровнять их с помощью штукатурки. Это достаточно сложный процесс, мы рекомендуем доверить его профессионалам. После штукатурки стены остаются шершавыми, что не подходит как для покраски стен, так и для поклейки обоев. Для того, чтобы это исправить, воспользуйтесь шпаклевкой. Возможно, перед этим стены нужно будет прогрунтовать. Внимательно прочтите инструкцию по применению шпаклевки. Некоторые ее виды не требуют грунтовки стен. Суперпластичная шпаклевка поможет добиться идеального нанесения, даже если вы не профессионал. Выбирайте шпаклевку в виде сухой смеси. Она долго хранится при разных температурах, а в процессе приготовления вы можете регулировать вязкость смеси. Готовые шпаклевки необходимо использовать только в случае поклейки очень светлых и тонких обоев, либо при покраске стен глянцевыми красками. Стены шпаклюют в два слоя стальным шпателем. Каждый последующий слой наносится на полностью высохший предыдущий слой через одни-двое суток. Кстати, можно сэкономить, если не покупать, несколько разновидностей шпаклевки. Для финишного выравнивания стен, потолков и швов в сухих помещениях можно использовать одну и ту же шпаклевку. Тем не менее, если вы собираетесь шпаклевать гипсокартонные поверхности, внимательно изучайте инструкцию по применению шпаклевки. Некоторые ее виды не подходят для эффективного заполнения швов гипсокартона. Если на стенах все же остались небольшие бугорки, то после высыхания шпаклевки их необходимо отшлифовать с помощью наждачной бумаги. Дождитесь высыхания шпаклевки. При необходимости еще раз удалите пыль, а после загрунтуйте стены. Теперь можно приступать к окраске стен или поклейке обоев. Мы будем использовать широкие флизелиновые обои. Ширина в метр позволит сократить количество стыков, а если цвет надоест, их можно будет покрасить. Мы рассказали вам об основных этапах и некоторых секретах косметического ремонта. Я играю на флейте. У меня сохнут губы. Давайте посмотрим три рецептора бальзамов для губ. Чтобы губы были красивыми и мягкими, за ними нужно ухаживать. В этом ролике мы подготовили для вас три рецепта бальзамов. Для первого варианта на водяной бане растопите масло какао, вазелин и воск. Для вкуса и цвета добавьте кусочек горького шоколада. А чтобы сделать бальзам еще более необычным, всыпьте блестки либо блестящие тени для век. Шоколад и масло какао сделают бальзам очень ароматным. Такой ухаживающий бальзам сделает ваши губы мягкими и притягательными. Второй наш бальзам тоже понравится сладкоежкам. На водяной бане растопите маршмеллоу. Добавьте кокосовое масло, вазелин, воск и шоколад. Чтобы получить волшебный цвет, добавьте тени золотых, розовых и сиреневых оттенков. Поскольку в бальзаме много воска и он получается более плотным, вливаем его в кубу от старой помады. Последний вариант бальзама в виде киви для тех, кто уже мечтает о лете. Делается он очень просто. Возьмите готовый бальзам в форме полусферы и приготовьте его по предыдущему рецепту. Срежьте верхушку и уложите на дно крышечки. Насыпьте сверху немного корицы. Можно использовать семена чия или мака. Они больше похожи на зернышки киви. Для следующего слоя растопите немного бальзама, добавьте светло-зеленых теней и вылейте смесь в крышечку. Когда новый слой немного схватится, растушуйте границы с помощью зубочистки. Последний слой сделайте поярче, добавив темно-зеленые тени. Оставьте в холодильнике для застывания примерно на час. Бальзам получится очень ярким и нестандартным. Не пугайтесь его цвета, ваши губы не будут зелеными. Вот такие простые, но полезные рецепты. Вокруг все женщины худеют. В следующем сюжете 5 ошибок при похудении. Всем привет! Вы на канале Шпильки. Меня зовут Женя. И сегодня мы поговорим о тех типичных ошибках, которые совершают девушки в погоне за стройной фигурой. И первое, о чем хочется сказать, это диеты. Сейчас очень сложно найти девушку, которая хотя бы раз в своей жизни не сидела на какой-нибудь диете. Существует огромное количество диет. Это монодиеты, безуглеводные, безжировые, белковые диеты, именные диеты. И каждый день кто-то придумывает свою новую систему питания. И, как правило, все они работают. Но за счет чего? Это большой вопрос. Во время диеты ваш организм испытывает стресс за счет того, что он недополучает необходимое количество нутриентов и витаминов. Кроме того, ваш организм не получает определенное количество питательных веществ. Поэтому страдают волосы, кожа и ногти. Вторая распространенная ошибка – это очень низкая калорийность вашего дневного рациона. Я часто встречаю девушек, которые за день могут съесть половину яблока, лиц салата и кусочек куриной грудки. Но что же происходит в их организме при таком питании? Ваш организм не в курсе, что вы хотите похудеть. Он воспринимает эти голодные игры, как войну. И поэтому происходит сбой обмена веществ и сбой иммунных реакций. Поэтому только правильное и сбалансированное питание. Следующая ошибка – это различные детокс-программы. Их очищающие свойства слишком преувеличены, и это скорее маркетинговый ход. Понятие детоксикация – это медицинское понятие, которое включает в себя очищение от различных ядов, например, тяжелых металлов. Наша пищеварительная система работает каждый день и не нуждается в отдыхе. Но если вы едите фастфуд, увлекаетесь жирным, жареным, кондитерскими изделиями, а потом устраиваете себе разгрузочный детокс, то какой вообще в этом смысл? Чистое питание – вот что точно работает. Чистое питание, а не очищение. Если вы едите здоровую пищу, наполненную большим количеством фруктов, овощей и цельного зерна, ваше тело естественным образом очищает себя. Поэтому да, детокс-коктейль может быть в качестве перекуса, но точно не стоит заменять им питание в течение всего дня. Кто вообще придумал, что нельзя есть после шести? У нас у всех разный режим дня, и спать мы ложимся тоже в разное время. Продолжительную нехватку питания организм понимает как наступление голода и начинает создавать запасы в виде жировых отложений. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна. При этом отдавайте предпочтение либо кисломолочным продуктам, например, творог, либо кефир, либо это может быть овощной салат с каким-нибудь животным белком, например, куриной грудкой. Следующая ошибка – это выбор обезжиренных продуктов. Многие девушки считают, что жир в продуктах и жир на их теле взаимосвязаны, поэтому активно ищут на прилавках все, что с пометкой 0% жирности. Но на самом деле обезжиренные продукты несут в себе не столько пользу, сколько вред. Употребляя в пищу молочные продукты с нулевым процентом жирности, вы, как правило, употребляете на 200, а то и 300 калорий больше. Дело в том, что чувство сытости субъективно дает именно жиры, и когда вы едите обезжиренные продукты, то можете чувствовать себя голодным даже после еды. Кроме того, витамины А, Д, Е, а также кальций являются жирорастворимыми. И употребляя обезжиренные продукты, вы сводите всю их пользу на нет. Всем пока! С вами была программа «Мое утро». Ее вел я, Александр Звягинцев. Не переключайтесь, сейчас будем смотреть мультфильм. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!